День добрый, друзья. Сегодня у меня нота третий. На сегодняшний день последние ноты. Я его заряжаю, потому что экран полностью потухший. Тачскрин разбит. Ужасное падение было у этого прекрасного смартфона. Тем не менее он работает, звуки есть. Подсветка есть. Сейчас мы поменяем дисплейный модуль. Так он выглядит. Тач. Дисплей. Все запечатанное. Кабель шлейфа. Кнопки HOME. Цена по Европе замены такого сборного модуля составляет порядка 170 евро. Не знаю, сколько в России. Я думаю, не дешевле. Итак, выключить телефон не сможем. Я его уже разобрал. Он крепится. Задняя крышка прикручена 12 одинаковыми болтами. Стандартные самсунговские болты. Вытаскиваем батарею. Карандаш. Снимаем заднюю панель. Несложно. Аккуратно не царапайте каркас. Разъем дисплея. Давайте соединим, попробуем. Не очень удобно соединять. Разъем, шлейф разъема очень короткий. Подсоединяем зарядку, потому что батарея на нуле у нас. Вот батарейка появилась. Не будем включать, проверять все, потому что дисплейные модуля на Galaxy S3, S4, S5 у нас все оригинальные. Много раз их устанавливал. Не было ни одного бракованного или хоть одного телефона, который бы нам вернули. Поэтому можно смело устанавливать. Снимаем плату с модуля. Сстегиваем шлейф. Разъем гнезда наушников. Снимаем камель аккуратно. Сняли. С этой стороны ничего нет. Вот только микрофон у нас. Этот шлейф у нас остается. Кнопки Home. Потому что у нас он есть на новом дисплее. Снимаем виброзвонок. С кнопкой включения телефона он идет. Так вот он выглядит. Гнездо наушников. Далее снимаем датчик с металлической планкой. Вот она у меня упала. Которая прижимает переднюю камеру и датчик к дисплейному модулю. В принципе все. Осталось снять наклеечку с ИММ телефона. Можно согреть и разогреть немного феном, чтобы она легче снималась. Переставляем все на новый модуль. Гнездо наушников с динамиком. Передняя камера. Планку прижимную ставим. Планку прижим. Купка. Планку прижим. Плот. Купка. Купка. обратите внимание на пазы у него с двух сторон здесь и здесь все нужно встать в пазы кнопка включения с фигурозвонком сразу попробуйте ее на включение должен быть клик должна реагировать далее устанавливаем уже саму плату нижний шлейф с низком зарядки локсикальный кабель укладываем в свое место застегиваем разъемы ставим заднюю рамку карандаш 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 Продолжение следует... 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 И мы меняли дисплей. Дисплейный модуль на ноты третьем. Удачного дня всем.